Дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Сергей Райлян, для тех, кто меня не знает. И сегодня я провожу презентацию или отчет по моей поездке в Миннеаполис. Не у каждого из нас есть такая возможность поехать в главный офис, встретиться с руководством по разным причинам. Либо далеко живут, либо в разных странах, где для этой цели нужно получить визу и так далее. Мне виза не нужна. Я 20 числа полетел вместе с моим сыном в город Миннеаполис, заранее договорившись с компанией, что там кто-то будет, Стива Реннера не было, потому что он был в отъезде. Он сейчас ездит по разным странам, городам, делает презентации. В этом нуждаются партнеры. Но я захотел просто сделать для вас видео о реальном состоянии дел, где находится компания. Я помню, в 2010 году, в декабре месяце, я слетал в город Миннеаполис и сделал такое видео. Многие из вас его видели. Это видео было сделано в старом здании, где на тот момент еще и NetGlobal находился. Сейчас Аксесс находится действительно через дорогу. Через дорогу от старого офиса. Но это совсем другой офис. Это совсем другой офис. И давайте непосредственно мы перейдем к теме, сегодняшней теме. Как и в 2010 году, друзья, когда я приехал, было минус 23 градуса. И я был одет по-осеннему, даже по-молдавски. Очень-очень тоненькие брюки, курточка такая осенняя, а на улице минус 23. Почему-то я не догадался посмотреть погоду заранее. И когда я приехал туда, я всегда шутил, но это была правда. Четыре квартала я пробежал как 100 метровку. Так холодно было. И мне пришлось просто идти в магазин и покупать какие-то нижние белье для того, чтобы прожить, дожить до следующего дня. То же самое случилось в этом году. И когда я встретился уже с Ником, мы долго смеялись. Говорят, Сергей, ты приходишь тогда, когда у нас самые-самые лютые морозы. Или самое заснеженное время. То есть в 10-м было столько снега, что они не видели, буквально где-то за 50 лет такого не видели. В этом году, когда я приехал, тоже снег большой, вот вы сами видите, это буквально выпало на следующий день. Мы приехали 20-го, еще снега не было, он падал и таял. За ночь упал мороз до минус 15 градусов и очень много снега. И опять-таки, как и в 10-м году, на работу не смогли выехать ряд сотрудников. Вот здесь я уже замерз, уже не мог дождаться, я прошу сына, говорит, фотографируй быстрее, потому что я замерз. А ему еще, я уже имеющий опыт 10-го года, оделся более-менее. А он не послушал меня и оделся чисто по молодежной. Так он, бедный, фотографирует, я думал, что он сделает много фотографий, он все, что успел, сделать несколько фотографий и видео. И вот из этого материала я вылепил вот эту презентацию. Вот это здание сзади меня находится, вот в этом здании находится наша компания Аксесс. Вот так выглядит здание. И вот еще в высоту, это более 20 этажей, очень красивое, огромное здание. Мы зашли и на 6-м этаже мы нашли нашу компанию Аксесс. Вот этот ник. И здесь мы практически, я эти фотографии сделал, скриншот с видео, где мы просто вспоминали 10-й и 14-й год, именно вот то, о чем я в самом начале вам рассказывал, что я приношу в город Миняполь с каждым моим приездом больше и больше снега и морозов, естественно. Далее мы также рассказывали, смеялись, Ник рассказывал, я вспоминал. А именно мы находились в их столовой. Это такая вот кухня, где они всей командой, а их там около 100 человек работают на данный момент. Вот такая вот кухня, где они готовят, подогревают, готовят себе чай, кофе. После этого мы с Ником общались на очень многие темы. Ник мне рассказал о самом впечатляющем в его жизни опыте, когда он на прошлой неделе вместе с нашим маркетинг-директором Джо Сото улетели в Калифорнию в наш другой офис, технологический офис, и они там пробыли 3 дня. Так он под таким впечатлением, что заразил даже меня. Вы знаете, он рассказывал о организации той команды. Каждый день он видел около 30 человек, а значит их должно быть чуть больше работающих. И кто эти специалисты? Вы знаете, на презентациях мы всегда показываем Силиконовую долину. Наша команда, наша компания в середине, АСС, и вокруг нее eBay, Facebook, Yahoo, Intel, Microsoft, все эти компании. Так вот, специалисты, специалисты, программисты высокого уровня были приглашены из этих компаний. Ну и нетрудно догадаться, если человек оставляет работу в той компании и приходит к тебе, однозначно, потому что ему предложили больше зарплаты. А у нашей компании сейчас есть возможность оплачивать таких специалистов и привлекать к тому, чтобы они разрабатывали наш продукт. И еще, что ему очень понравилось, что он был удивлен, когда заходишь, с самого утра у них идет митинг, встреча такая, и они разрабатывают на день стратегию, что они должны делать. И кто-то рисует математические формы, знаете, как у Королева в 60-е годы, когда он готовил, в конце 50-х годов, когда он готовил человека полететь в космос. То есть вот такая команда. И не только он, но и Джо, это наш маркетинг-директор, о котором я чуть позже расскажу, он был под большим впечатлением. То есть высокая организованность вот этих специалистов, ну и, естественно, высокая квалификация каждого из них. Компания не скупится на то, чтобы привлечь именно профессионалов. Это говорит о том, что нас ждут очень-очень большие перемены и сюрпризы, именно в плане улучшения наших продуктов. Также он рассказал и о тех изменениях, которые проходят сейчас на данный момент в компании. На данный момент я уже говорил, что работают около 100 человек в суппорте и вместе с менеджментом и маркетом. После этого мы поговорили с нашим президентом Боб Кенсава. Он тоже чуть опоздал на работу из-за снега. Попал тоже в какую-то лавину, будем так говорить, и долго выкарабкался. В снежное время, именно в Миннеаполис когда-то бывает, люди заранее одеваются в рабочую одежду, потому что иногда приходится просто работать, выгребать снег или толкать машины. Поэтому он пришел на работу вот так, как вы его видите. Это рабочая обстановка, это у него в кабинете. И, кстати, после того, как мы пообщались с первым делом, так получилось, что у сотрудников родился сын, и они исправляли бэби-шауэр. Это как такой бэби-шауэр, это душ, а бэби-это ребенок, ну, как бы, не по-русски, как обмывают. Они просто принесли каждый, что покушать, сели, поздравили, повеселились, и потом ушли все по своим рабочим местам. Ну, и нас тоже пригласили, и мы там наложили себе покушать, и Боб предложил в его кабинете продолжить нашу беседу. С правой стороны вы видите тетрадь, это Ник записывает все вопросы, которые я принес от команды, и заранее уже я их озвучил, и мы обсуждали вот эти вопросы и обедали. Друзья, всегда у Боба улыбка, это не потому, что он позирует на камеру, он всегда улыбается, он всегда улыбается, и не потому, что это американская привычка, он сам по себе очень добродушный и открытый человек. Потом он не потерял свое время и свое шансо рассказать о видении компании. То есть, независимо, что я вроде бы давно в компании, независимо от того, что у меня есть какой-то статус, есть какое-то понимание, он сначала начал это рассказывать. И я не заметил, как мой сын просто-напросто разъянул в рот, забыл делать фотографии и снимать. Он просто так был вовлечен вот этой презентацией, но я не жалею о том, что он не выполнил свою обязанность, ради чего я его туда взял, но я рад, что он заинтересовался тем, чем рассказывал Бог. А он говорил очень интересные вещи, а именно, на данный момент я сегодня буду рассказывать только главные мысли, потому что у нас нет ни времени, да и цель этой презентации не о том, потому что компания сама о себе очень скоро расскажет в видео, в разных видео, у нас будет понимание. Самое главное, что сейчас компания вышла на финишную прямую, где она уже сама понимает, кем она является, что она должна делать и что она должна достигнуть. На данный момент, до 2014 года мы являлись с вами. В ноябре было объявлено, что мы таковым не являемся, но уже являемся компанией интернет-технологий. Поэтому мы сейчас переходим на второй этап. Второй этап, вот именно перешагиваем в эту систему, интернет-технологий. Что это значит? Мы останемся часть MLM, мы останемся частью MLM, от этого мы никуда не уйдем. Называться, позиционировать себя мы не будем, как MLM, потому что мы перерастем именно во вторую фазу, во вторую фазу, где будет больше продаж. Люди смогут не строить структуры, но сами будущие партнерами, либо кастумеры, они смогут некоторые продукты, как Local, V-Local раньше назывался, такие продукты предложить кому-то из своих знакомых, те, купив свою очередь, он будет получать комиссионные из месяца в месяц. То есть он не строит как какового структура, он просто строит кастумеры, клиенты. Он просто строит свою фазу клиентов, будем так говорить. Они покупают продукт, естественно, он каждый месяц имеет комиссионный. То есть остается сетевая форма, потом вторая идет форма прямых продаж, и продукт у нас будет очень много. И третья форма, когда мы перейдем, это третья фаза, это онлайн. Это то же самое, что находится сейчас Facebook, как находится Google, Yahoo. То есть мы будем платформой, где люди будут находиться так же, как на Facebook. Потому что, я вам расскажу, потому что сейчас, кто знаком с такой программой WhatsApp, я вам скажу, я до этого как-то и не знал, оказывается мой сын знал об этом. То есть эту программу Google купил за 19 миллиардов долларов. 18 миллиардов долларов. Так вот такая же программа будет у нас. Наши специалисты работают над этим. Также у нас разрабатывается такая программа, вы высылаете видео. Вот сняли видео, об этом говорил и Стив Рейнер, но мы не обращали внимания. То есть вы снимаете сейчас какое-то видео на салфоне, сняли и сразу отправили вашему другу. Он сразу же получает, не надо нагружать, он сразу получает, он только посмотрел, и программа его стирает. То есть это быстрая передача информации, без того, чтобы оно загружалось как-то, знаешь, чтобы забирало много килобайтов. То есть вот такие программы строятся у нас. И на нашей платформе, на Акцесс будут, вот эти, многие будут бесплатные. Что такое U-Chat? Я думал, что это только просто писать, да, имейлы и сообщения. Оказывается, мы сможем друг другу просто-напросто звонить. Бесплатно, где бы вы ни находились. Имея сегодня iPhone, я могу разговаривать с моим партнером, имеющим такой же iPhone, допустим, в Украине, по FaceTime. Компания Apple сделала эту программу, и мы можем бесплатно говорить. То же самое у нас на платформе будет. U-Chat, где мы сможем просто-напросто говорить со всем миром бесплатно. Вот такие программы бесплатные, привлекающие, клиентов будет достаточно. Google не всегда был Google таким, каким мы его сейчас видим. Это была просто, ну, очень-очень простая система, ничего там не было. Постепенно, постепенно там наращивалось, и имейл мы там имеем, и много чего, много чего, что людям удобно и приятно там находиться. Наша цель тоже самое, достигнуть этого. И тогда мы практически плавно переходим в третью фазу. Но все эти три фазы, они будут иметь место одновременно. То есть, человек, если он приходит как кастомер, допустим, онлайн, да, просто посидеть, он что имеет? Он просто имеет возможность общаться с миром, как в Facebook, и пользоваться платными услугами, вот и все. Но при этом создается трафик. Если он находится на втором уровне, он может что делать? Еще зарабатывать, предлагать эти продукты другим пользователям, малого и среднего бизнеса, и на этом зарабатывать. А еще умнее, если он еще строит и структуру, первой фазы, да, строит структуру, приглашает, он имеет все три. Все три. Он зарабатывает со структурой, он зарабатывает с тех, которые продают, наплыв, и он еще и пользуется теми благами, которые пользуются все остальные. Вот к этому мы стремимся. Если некоторые компании вышли на этот уровень хаотично, не догадываясь, не думали, не гадали, никто не думал, что Facebook превратится в Yahoo, или Google. То есть они к чему-то стремились, отчасти что-то понимали, но что это превратится в такие гигантские монстры, я вряд ли думаю, что они догадывались. То же самое, у нас другая компания, у нас другой подход. Мы начали с бизнеса, мы начали с создавания ротатора, и так далее, и так далее. У нас более длинный путь, и более прагматичный. И естественно, у нас тоже не было понимания, как компания, куда мы придем. Но компания работала, делала, искала, инвестировала, и так далее. И сейчас есть очень ясное понимание, куда мы двигаемся. Поэтому, после этого у меня пришлось встретиться, не пришлось, я очень рад, что оказался на работе, и дружелюбно принял нас Джо Сото. Это наш новый маркетинг-директор. Молодой, энергичный. И, кстати, он был принят на работу в NET Global в 2010 году в одну и ту же неделю с Бобом Кенсалом. И после месяца компания, когда была арестована, ему нечем было заняться, он просто ушел и занимался своим делами. В ноябре 2013 года Стив опять его пригласил, и он был на конференции в Лас-Вегасе, наблюдал за процессом. После он побывал в Калифорнии, в том же офисе, поинтересовался, что там происходит, как происходит, и только тогда он принял решение работать с нашей компанией. Почему Стив его настойчиво приглашал не один раз? И почему ставит он ставку на него? Этот молодой человек, еще будучи 26 лет, ему он начал строить MLM, это компания по распространению БАДов, это продуктов здоровья. он преуспел, он преуспел, и сейчас его команда, он отошел от дел, но его команда сейчас приносит более 1 миллиона долларов товарооборота в месяц. То есть, какая у него там зарплата, вы можете сами, как сетевики, уже почитать. Он довольно-то состоятельный человек только с этой компанией, а у него ни одна такая компания построена за его деятельность. Кстати, мы здесь смеемся, потому что он именно сказал, пошутил, говорит, я когда рекрутировал людей, я рекрутил одну молодую женщину, девушку за 18 лет, потом, впоследствии, она стала моей женой. Вот мы здесь посмеялись. Очень открытый человек, он мне повидал очень многое. Практически он сейчас поувольнял многих неграмотных, можно сказать, либо несоответствующих этого уровня, уровня нашей компании и нанимает людей, именно знающих свое дело. Делает интервью каждый день, ищет, ищет, уже нашел несколько специалистов. И самое главное, я вернусь к самому главному, я туда поехал для того, чтобы сделать видео, как выглядит изнутри, извне наш офис. Но когда я увидел планы компании, что они уже в планах имеют, и уже начали это видео, и на каком уровне, у меня отпало всякое желание продолжать это делать, оставив это на их плечах, пускай они это делают, но они делают это очень хорошо, тем более, тем более, что они еще имеют в плане сделать обзор изнутри офиса в Калифорнии и объединить эти два видео в одном, чтобы у нас было представление, где наша компания находится и кто там работает. Одно скажу, на шестом этаже компания занимает, сейчас скажу, в фитах это очень много, около 50 тысяч, а если перевести их в метры, это чуть более 3000 квадратных метров площади, чуть более 3000 квадратных метров. Вот такая у нас территория, и она делится на две части, сейчас в первой части находится и суппорт, и маркетинг. В ближайшее время, я думаю, до конца марта они полностью оборудуют вторую часть, и суппорт перейдет в самую большую часть, а маркетинг останется в этом здании. Даже в первом разделе я часто шел по кругу и запутался, куда идти, куда возвращаться, столько входов и лабиринтов, очень большой офис. А если еще и второй откроет, то, наверное, просто надо ниточку отпускать красную, чтобы по ней возвращаться обратно. Ну, это такая шутка. действительно офис очень большой, очень красивый, новый. Что еще? Друзья, Джо сейчас занимается именно, он взялся за главную работу, которую должен делать маркетолог. Он делает видео по продуктам, с объяснениями, что-то такое, как работать, как его продавать. он делает видео маркетинг план. Именно, он делает на английском, дальше будет сразу же автоматически, не автоматически, но одновременно будет проводиться работа по переводу на всех языках. То есть, все то, что нужно нам, нам, как сетевикам, то есть, инструменты, буквально все от начала, что и кем является нашей компанией, продукт у нас есть, маркетинг план, все это будет сделано на видео, нам останется всего лишь взять это и грамотно использовать. Нам не нужно догадываться, как этот продукт работает, нам не нужно домысливать, как компенсационный план работает, как айпоинт работает, все это будет сделано со стороны компании и на очень высоком уровне. Он не показывал в своем компьютере именно вот эти проекты, как они будут, может быть это будет, знаете, есть пишущая рука, или есть как мультфильм, либо это вживую, но так или иначе он выбирает лучшие варианты, у него есть достаточно предложений от специалистов, которых он рассматривает, принять их на работу, поэтому в скором будущем мы увидим вот этот материал. То, что обрадовало меня очень-очень. Также он сообщил, что в конце этого квартала, то есть до 31 марта, мы получим U-Chat в пользовании и Акже V-Local. то есть эти два продукта доступны уже. Если грубо говорить, то мы уже к московской встрече точно, уже точно мы ими будем пользоваться и наши партнеры и наши клиенты уже многие смогут ими пользоваться. Ну вот здесь более серьезный вид, когда он рассказывал именно о этих планах, которых я вам говорю сейчас, ну я вам говорю очень, очень умный человек, имеющий очень большие связи с профессионалами в маркетинге и имеющий большой опыт. О нем есть информация, он поднял около трех компаний на самый высокий уровень именно по маркетингу, то есть на 15-13 местах в Америке, а это друзья, страна MLM, их тысячи, десятки тысяч этих MLM, и поднять их на 13-15 место, это очень хороший результат. Вот такого человека мы сейчас имеем. Вы знаете, кто-то говорит, когда ученик готов, когда появляется учитель. у нас не было таких специалистов, как в Калифорнии сейчас находится, у нас не было такого маркетинг директора, только потому, что компания не была еще готова именно к такому уровню. Она шла, работала, искала, инвестировала, то есть в поисках, и вот сейчас, когда собраны все камни, все камни, все материалы для того, чтобы способны, приходит мастер, который осмотрел все, говорит, да, все сейчас на месте, все хватает, сейчас я нанимаю людей, которые все эти камни, все эти из этих деревьев мы сделаем, все, что дом построим. Главный материал, и компания, если образом так говорить, она до сих пор просто накапливала опыт, накапливала капитал, накапливала то, что можно было бы уже начинать строить. И вот приходят, именно в этот момент приходят эти списки. И сейчас 2014 год будет очень, очень, очень знаменательным, и мы увидим очень большие перемены. Но это не то, что там белое на черное, мы увидим очень радикальные перемены, и то, что поведал мне Джо, это просто я не могу сейчас в двух словах или в пяти минут рассказать все, но объем работы очень большой, и все это вдохновляет. Ну, на прощание мы сфотографировали с ним, кстати, он отец семерых детей, старшему 18 и младшему 1 год, то, что я очень обрадовался, это говорит о том, что он не только специалист, а он и хороший семьян, любящий семью, а это друзья говорят о многом, а это говорит о многом. Когда ты имеешь дело с человеком, который любит Бога, любит семью, которую Бог ему подарил, это отношение. От него исходит теплота, я не могу передать, но приятно с этим человеком говорить, с умным человеком, целеустремленным, не только ради наживы денег, но он делает это потому, что он любит. Спросите себя, почему вы занимаетесь бизнесом, понимаете, и вы убедитесь, когда вы начнете искать ответ, ответ на это, у вас возникнет то, чтобы деньги заработать, вы знаете, это отчасти правда, но это не самый лучший, не самый лучший путь. Деньги, они приходят, нужно задать себе вопрос, почему я это делаю, не для чего, а почему я это делаю. Я уверен, что он делает это потому, что он видит больше, чем деньги, он видит просто возможность помочь людям, помочь людям иметь собственный бизнес, помочь людям поменять свою жизнь, как говорит Стив Реннер, а жизнь можно поменять в нашей компании радикально. Боб Кенсала соизволил после этого просто на машине отвезти нас в аэропорт, в аэропорт и там мы еще раз сфотографируем на прощание. Вот в принципе, друзья, и вся моя презентация, если образно говоря. хотя говорить об этом можно, и я буду говорить на презентациях, вспоминая все те моменты, о которых говорил Ник, о которых говорил Боб Кенсала и Джо Сото, но самое главное, офис очень-очень-очень-очень-очень-очень большой и красивый, и он не пустует. Первая часть работы 100 человек и нанимается, нанимается, нанимается народ для того, чтобы заполнить и вторую часть. У компании очень большие планы, очень большие планы, и не только планы, но уже есть и действия. Действия. Скоро мы получим в конце марта мы получим YouTube и Local, вот эти два продукта. Я спросил, а еще что они еще готовят? Джо сказал, они даже мне об этом не говорят, но они готовят очень-очень серьезные инструменты, продукты. момент, когда они выйдут на рынок, аналогов таких не будет. Так и будет. То есть наша компания именно работает в этом направлении, чтобы на нашем асессе было достаточно этих продуктов, людям, пользуясь ими, было бы интересно там оставаться. Только так создается социал-медиа, вот это, то есть не социал-медиа, а я имею в виду платформа, где бы люди находились, им было приятно общаться друг с другом, либо звонить друг другу, передавать, вот как в Фейсбуке, да, всякие, еще года два-три назад Фейсбук не был, не был таким, как сейчас. Он сейчас такой насыщенный, что даже теряешься, куда идти и как оттуда выйти. То же самое и у нас. Начинается с простого, но со временем будет очень-очень-очень много там интересного. Олег спрашивает, будет ли все это на русском. Да, то есть они будут и на испанском, будут и на китайском. Сначала Джо будет делать это на английском, а потом уже суппорт, у нас там есть Ник, у нас есть Нелли, у нас есть Анна, они будут переводить, либо они будут нанимать диктора, я не знаю точно, но все будет переведено, практически когда оно выйдет, выйдет сразу на этих языках. Потому что параллельно он делает на английском, параллельно там уже это все переводится. И помните, у нас был раньше битрейн, куда мы могли пойти и там находить всякие видео, объясняющие, школы. быть это будет так, но это уже будет грамотно, это будет сделано со вкусом, на уровне. Вы же видите, у нас сколько рекламы на ротаторе, иногда мы открываем рекламу, и там такое классное видео, аж дух захватывает. Это говорит о том, что это делали профессионалы, а это стоит денег. Поэтому наша компания имеет и профессионалов, и имеет достаточно средств, чтобы это сделало. Не было бы человека, который бы имел ясное понимание и видение, как это нужно сделать. Поэтому Джо человек, тот человек, если он поднял три компании на хороший уровень здесь, в Америке, и именно благодаря маркетингу, не потому, что он где-то кричит, или с утра до вечера делает презентации. Кстати, когда я ему заговорил за презентацией, вот именно как мы делаем, он так замолчал, ничего не сказал, может быть надо будет кому-то как-то делать презентацию, найти человека, то есть у него есть то понимание, которое есть у многих из вас. У меня оно есть сложившееся очень хорошо, я понимаю, что таких презентаций, которые мы нам нужно отчасть отказываться, нам нужны инструменты, инструменты, которые отказывают, и эти инструменты должны исходить от компании, то есть о маркетинг-плане, о продуктах и так далее, это должно быть профессионально один раз сделано и выставлено, все, наша задача просто направить туда трафик, людей, чтобы они познакомились с этим, как они только познакомились с видео, все, нам не нужно повторять и объяснять раз за разом этому человеку, есть видео, есть материал, все, если он с одного раза не понял, со второго поймет, если даже третьего не поймет, значит он нам не интересен, и пошли дальше, мы теряем время только на то, чтобы объяснять одни и те же моменты тысячи тысячи раз, нету смысла, лучше один раз сделать это профессионально и просто-напросто тысячи, не тысячи раз объяснять, а тысячи людей, тысячам людям дать этот материал, вот как видит он, и он прав, я это уже вижу давно, и поэтому я строю, начал делать собственные инструменты, но когда увидел, что они делают, я призадумался, зачем инвестировать время и деньги в эти материалы, когда компания делает их намного профессиональнее, вот что нас ждет, друзья, вот что нас ждет, и бизнес у нас просто-напросто пойдет намного разумнее, как говорят американцы, don't work hard, work smart, не работай сильно или тяжело, работай умно, а работай да, поэтому мы ждем от него этих материалов, и у нас бизнес пойдет совсем по-другому. Так, когда, по вашему мнению, мы сможем продавать первые продукты по плану продаж, продаж, ну, как только появится local, а я понял, что он появится до 31 марта, также я уверен, что появится и инструкция, видео, как он работает, как его можно продавать, кому его можно продавать и так далее, то есть все будет, это до конца марта, вот эти два продукта, UChart, это будет до конца марта, и у нас будет сразу возможность их продавать, вы знаете, такие вот, да, а, школа по продажам, еще, друзья, Джо также готовит и часть MLM, да, вот, как знакомиться с людьми, как предложить им бизнес, как продать продукт, все это будет на видео, для нас это будет назидательно, также это будет инструментом для тех, которые приходят после нашего бизнеса, то есть будет одна система, ну, у него, я думаю, что есть чем поделиться, если он построил такую, не одну компанию, да, одна из них, которая приносит более миллиона долларов в месяц товароборота, то есть вся его структура, не он сам, но помните, в 12-м году, в 10-м году наш Аксесс уже за 2 года работы, да, с 98-го по 10-й год, она уже на тот момент имела около миллиона долларов в месяц, товароборота, вся компания, а он имеет только его структура, больше одного миллиона долларов, и поверьте, что там намного, у него намного больше людей, потому что продукт, он стоит 100 долларов в месяц, да, а у нас пакета побольше, поэтому там очень серьезная команда у него, и он знает, как это строить, и он учился, кстати, здесь Петр есть, Чачковский из Канады, Петр, напишите, пожалуйста, с кем сотрудничал Джо, Джо, Сотов, он мне вчера поведал, он сотрудничал с одним очень крупным лидером, лидером МЛМ, это такая гуру, да, величина в Америке, то есть человек не только учился, но работал вместе с очень успешными людьми в этой индустрии, поэтому я считаю, что он вовремя нашу компанию, тогда, когда ученик созрел, да, спасибо, Петр, Харф Экер, вот я не успел сделать ресерч, посмотреть, кто такой этот человек, но вы можете скопировать и поставить в Google или в Акцент энциклопедию и посмотреть, кто этот человек, какие его достижения, вот с этим человеком наш Джо работал, работал, поэтому друзья, я вас всех и меня в том числе поздравляю вот с принятием на работу системаркетинг директора вот этого человека, отлично, русском, так, тогда, так, еще что, а школы по продажам, да, школы будут однозначно, школы, как продавать тот или иной продукт, все это будет на видео, на всех языках, наша компания не является компанией MLM, это слова Стива Реннера, да, она не является компанией сейчас MLM, но то, что Боб повидал, то есть, вот мы сейчас находимся во второй фазе, и мы стремимся к тому, чтобы было 80 на 20, то есть 80 это будет компания, 80 процентов это будет компания технологий, прямые продажи, и где-то 20 в идеальном, в идеале останется MLM, но называться мы себя не будем MLM, но все равно останется, то есть, мы сейчас практически находимся еще на переход во вторую фазу, и желательно, чтобы это было где-то вот так достигнуть, может быть, в этом году, в следующем 80 на 20, и эта форма так и останется, а третья фаза это будет онлайн, о чем я вам сказал, мы не говорим о MLM, я никогда на своих презентациях не говорю, что мы являемся MLM, но я хочу, чтобы вы понимали, что элемент он все равно остается, он все равно остается, но так как будет превалировать больше продажи, то естественно 80 на 20 мы являемся компанией какой? Не MLM однозначно, так, канадский миллионер и супер тренинг коуч, да, вот супер тренинг коуч, вам уже это понятно, вы сказали, что мы сетевики, компания не MLM, компания технологическая, друзья, не останавливайтесь на том, что я сказал, мы начали компанию MLM, мы начали MLM, как MLM, мы сейчас переходим во вторую часть, во вторую часть, я уже сказал, о чем идет речь, профессиональная, так, я не буду сегодня отвечать на вопросы, вопросы, это вы задавайте вашим партнерам, вышестоящим спонсорам, сегодня моя задача была просто показать эту встречу, рассказать какие вновшества есть, какие новости и что нас ждет в ближайшее время, также вероятнее всего, что встреча в Москве будет 27 апреля, не 26 а 27 а также я имею возможность сейчас тем, которые живут в Казахстане, друзья, те, которые живут в Казахстане, было с моей стороны предложено Бобу рассмотреть возможность конференции в Казахстане после Москвы, на этой неделе я после презентации позвоню в компанию, узнаю, как там движутся дела, они должны обсудить этот вопрос, и если получу позитивный ответ, значит, может быть, уже в начале мая, после одной, двух недель после Москвы, возможно будет встреча в Казахстане, но об этом еще рано говорить, но такое возможно. Значит, Вячеслав, профессиональное разъяснение отличия нашего ротатора и поискового от других поисков, все это, все это, я с ними говорил, что это должно исходить от компании, и это сейчас все готовят, все, что связано с ротатором, как он работает, какая разница между нашим ротатором и преимущество нашего ротатора с другим ротатором, все это должно исходить от компании, мы не должны догадываться, мы не должны додумывать, все это они должны на видео разъяснить, и это должно быть у нас как инструмент. Так, так, Алматы надо, так, где-то будет в Алмате или в Астане, мы уже будем потом решать, ждем с нетерпением. Маркетинг планы именуются вознаграждение, компания все получит в своем уровне. Команда. Да, вот Ольга дает пояснение, спасибо, Оля, спасибо. Так, Наташа огромное, сегодня мы развали по телефону с Энни Джанг по конференции в Казахстане, они не собираются. Энни Джанг не знает об этом, потому что я разговаривал с Бобом Кенсалом, Энни Джанг сейчас вообще ее нет в Миннеаполисе. Может быть, она и не знает, о чем мы говорили. Естественно, она сказала то, что знает. поэтому Наталья, я говорил лично с Бобом и с Ником в пятницу, суббота, воскресенье, они наверняка с ней не встречались, поэтому сегодня я еще раз уточню, на той неделе будет точный ответ, смогут ли они это после Москвы сделать или нет. Так, это предыдущая корректа. В этом году будет очень много изменений к лучшему. И все, что я говорил до этого, оно произойдет. Часть в первом квартале и последующий понемногу. Так, она просила сообщить количество людей, которые будут в Москве, в Казахстане, и я буду обязательно. Ну, в Москве что будет, друзья, это уже есть у нас вышестоящий спонсор Семен Розенберг, который должен побеспокоиться о своей структуре и через своих лидеров донести до нас инструкцию, как нужно собирать данные для того, чтобы понимать сколько людей будет в Москве. что касается Казахстана, то же самое, то же самое, опять-таки, начиная от него, по структурам, либо эта компания должна, уже если будет принято решение написать на первой странице, и мы уже на своих презентациях должны сообщить во всех, во всех структурах, во всех структурах, что вот какой-то день компания планирует сделать встречу в Казахстане. И тогда только будет ясно, какой центр собирается быть, присутствовать на этих конференциях. Ну, над этим будем еще работать. В Казахстане я буду обязательно, да, очень хорошо. Павел, конечно, аксесс, 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 так вот, видите, вот этот баннер, я взял у Ника, это один из баннеров, который путешествовал в Лас-Вегас. Они привезли обратно три баннера, и последний я его просто вырвал от него. Дай мне этот баннер, я буду делать презентации, и он мне нужен. Аксесс так и остается, друзья, ничего меняться не будет. Аксесс, как вы думаете, Google будет менять свое название? Конечно, нет. Как же у нас, это же ротатор, на нем находится уже много тысяч людей, и очень большой трафик у нас. Он даже развивается, они уже знают во всем мире, смысл менять. Нет смысла. Сергей, огромная благодарность за новость. Спасибо и вам. На этом я заканчиваю. Больше и в большем количестве и объеме информации мы получим постепенно. Давайте не будем спешить. Главное, друзья, я вам скажу последнее. Я пришел оттуда уже совсем другим человеком. Пока ты сидишь дома, пока ты не выходишь, не встречаешься с лидером, пока ты не выходишь дома, мир какой-то маленький, он как в каменном мешке. После этой встречи мир таким огромным стал, возможности такие огромные. Поэтому приходите на презентации, на те презентации, которые вас приглашают лидеры. Также по возможности выходите на такие встречи, которые устраивает компания. В Москве, в Казахстане, в Торонто, на следующей неделе будет, я понял. Кто живет в Торонто, пожалуйста, посещайте, потому что это дает такое вдохновение, открывается видение, и люди, даже если вы мало говорите, люди вас слушают, потому что на ваших глазах блестит что-то. Даже ваше лицо что-то говорит. поэтому я всех вас поздравляю с тем стяжением, которое имеет наша компания вместе с нами. У нас будет еще больше. И в конце марта получим первые продукты, по-настоящему будут работать в конце концов. И у нас настроение намного повысится. Всем вам спасибо. всем спасибо. Пока-пока.